Саламас Тармакур Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю сегодня свой прямой эфир и хочу посвятить его принципиальным вопросам. И прямой эфир называется «Как выгнать ПП, ВП и ТП?». Но я вчера по этому поводу писал пост, что пока я три с половиной года сидел в аппаратурской тюрьме, ожидая запросов по экстрадиции из России и Украины. За это время, оказывается, произошли гигантские изменения. Социальные сети очень сильно развились, появились разные мессенджеры. Ну вот даже такие вот телефоны, как айфоны и другие телефоны сейчас обладают множеством функций. И, собственно, это стал предмет первой необходимости. Без телефона очень сложно, в принципе, сейчас в современном мире как-то эффективно реализовываться. И вот, оказывается, существуют разные короткие слова «СПС», там «Спасибо», там еще как-то какие-то. Ну и вот, собственно, я вчера увидел объяснение одному слову. Я как-то спросил, некоторые люди со мной разговаривали, говорили «Он ТП» или «Она ТП». Я спросил, а что это значит? И в ответ был только хохот. Типа, потом узнаете. Ну, вчера я вот увидел пост Ильяса Манжасарова, который написал «Дарига ТП». Ну, оказывается, ТП – это третий президент. Ну, и, собственно, я поблагодарил Ильяса Манжасарова, сказал «Ильяс Кубжаса», «Хазашайт Канда». Ну, тут молодежь в Инстаграм везде меня начала поправлять. Оказывается, ТП имеет другой смысл. Ну, и, собственно, это не имеет значения, какой смысл имеет ПП – первый президент, ВП – второй, ТП – третий президент. Ну, будем мы так мыслить, коротко, да? И поэтому не имеет никакого значения, как они называются, там, ТП или как-то иначе. Иначе наши цели и задачи не меняются. Мы ставим, как политическое движение, демократические выборы Казахстана, смена политического режима Нурсултана Назарбаева, построение демократического государства, парламентской республики без должности президента. Потому что практика наших стран, и не только, стран СНГ, показывает, что как только в нашей стране формируется такая структура, как или позиция, как должность президента, через какое-то время выясняется, что эта позиция становится ключевой, полномочия все натягиваются на президента, и он становится суперпрезидентом, обладающим сверхполномочиями. Собственно, даже это в Турции произошло, это в парламентской республике, и когда общество недостаточно активное, все, конечно, приводит, что появляется диктатор, который все полномочия затягивает на себя, становясь при этом президентом страны. Это было во многих странах, и в Украине было, и в каких-то других странах, в странах СНГ. Поэтому наша задача построить парламентскую республику без должности президента. Как тогда будет функционировать власть? Будут избираться депутаты народа, депутаты будут представлять народ, эти выборы будут честны и открыты. Затем депутаты, работая в парламенте, назначают премьер-министры и министров. В этом случае, если премьер и правительство плохо работают, депутаты в один день собираются и отправляют это правительство в отставку и назначают новое правительство. Как сейчас вы знаете, отправить президента в отставку невозможно. Нет никаких инструментов, потому что парламент полностью контролируется Назарбаевым. И вопрос импичмента президенту решает объединенный парламент, Сенат и Мажелис. Так вот, так эти депутаты назначают Назарбаевым и все его личные нукеры, которые проявили себя именно в служении лично Назарбаеву, что, собственно, невозможно объявить импичмент, нет никаких механизмов отправить в отставку ни нынешнего президента Токаева, ни главу Совета Безопасности, потому что по Конституции он является пожизненным главой Совета Безопасности по всем законам. И когда кто-то говорит, что вот Токаев одним рощерком пера может его отправить в отставку, это заблуждение и ошибка. Более того, нынешний президент Токаев, он не обладает никакой властью, он в лучшем случае может назначить своим указом Акимов районов. Ну а люди вообще не обладают никакими полномочиями, никакой властью, и, собственно, и поэтому вы не видите депутатов, которые реагировали бы на ваши проблемы, поэтому вы не видите новые рабочие места у себя в районах, регионах, потому что ваши представители, депутаты, они должны как бы работать с правительством, находить, скажем, аргументы, общаться с бизнесом на местах и помогать так, чтобы этот бизнес развивался на местах, появлялись новые предприятия, совершенно разные. Ну, если власть раздроблена между народом, то есть именно народ влияет, то и, соответственно, экономика, она такая разная, дифферсифицированная, начинает производиться мебель, одежда и все прочее. Очень просто устроено. Если власть монопольно держится в одних руках, то экономика тоже монопольная. Это нефть, газ и какое-то сырье. И так устроено во всем мире. Возьмите Саудовская Аравия. Эта страна живет на нефти. Почему? Потому что король, у него экспортная позиция нефть, и эта страна одна большая бензоколонка. Посмотрите любые арабские страны практически. Катар взять богатая страна, но они живут на поставках газа. Опять же, нет диверсифицированной экономики. Возьмите соседи Россию. То же самое, это большая гигантская бензоколонка, где добывается нефть на уровне Саудовской Аравии. То есть, монополия на власть приводит, что формируются разные узкие сектора экономики, нефть или еще какие-то металлы, и политическая верхушка захватывает эти отрасли, и в стране нет развития другим отраслям. А если бы народ влиял на власть, то у себя в каждом регионе были бы открыты массы производств, были бы рабочие места, платились бы местные налоги, шло бы развитие регионов, а не так, как сейчас происходит. Нефть добывает в пяти регионах страны, доходы собирает их в центре Назарбаев, какие-то остатки раздает по регионам, и ключевую, основную часть он оставляет у себя в Астане, часть он ворует, часть инвестирует в Астану. И называется город в степи, который не производит практически никакую продукцию. Это город чиновников, и этот город начинает бурно расти, живет там около миллиона человек, да, несколько лучше, чем в других регионах, но все равно бедный с жизнью. Это связано с тем, что один человек монопольно контролирует экономику страны, монопольно контролирует власть, соответственно, у нас нет развития других отраслей. Все очень просто устроено, почему мы считаем, что нужно построить парламентскую республику без должности президента. Вот, собственно, вот наша цель. Почему она у нас сейчас до сих пор не получается? Дело в том, что основную тяжесть борьбы именно по смене режима сейчас несет узкая часть общества. Сотни, сейчас в последнее время, может быть, тысячи. Но представьте себе, что власть в стране контролирует совершенно маленькая часть общества. Собственно, сам Назарбаев со своими ближайшими сподвижниками, министрами, силовиками, акимы областей, городов, ну и еще какие-то национальные компании. Ну, вы считаете руководители, их заместители. Я думаю, что костяк, именно скелет власти Назарбаева состоит приблизительно из 200 человек. Почему я говорю, что наша задача привлечь к ответственности эти 200 человек. Вот представьте себе, в нашей стране живет более 18,5 миллионов человек. И вот какие-то 200 человек, 200, задумайтесь, контролируют нацию численностью более 18 миллионов человек. Они контролируют ресурсы, они под контролем держат силовые структуры, полицию, армию. Ну, они же деньги, какие платят? Налоги, которые собираются все граждане. Этим деньгами финансируют полицию и другие репрессивные органы, которых тоже не очень много. По всей стране полиции способны бороться с народом всего лишь несколько десятков тысяч человек. По всей стране. А представьте, что граждан более 18 миллионов человек. По факту что получается? Что всего лишь узкая часть общества, исчисляемая по всей стране, там несколько тысяч человек, борется с этой машиной, которая, получив ваши же налоги, финансирует полицию и все прочее, и держит в кулаке более 18 миллионов человек. На самом деле, я хотел бы вернуться назад и напомнить, что был период, когда в ноябре 2001 года мы объявили о создании демократического выбора Казахстана. В числе организаторов были члены правительства, вице-премьеры, аким областей, депутаты. В принципе, это были люди, за которыми стояла значительная часть общества, различные предприятия, тысячи разных людей. Но при этом все эти люди, они были известны, успешны, те, которые фактически с нуля создали себя сами, без какой-либо поддержки сверху. И вот тот момент критический. Если бы общество поддержало миллионы, поддержали бы, собственно, саму идею этого развития политического движения, демократический выбор Казахстана, конечно же, власть в лице Назарбаева была бы мгновенно сменена. И мы бы жили бы уже в другой политической системе, когда именно народ контролирует власть. Как Назарбаев добился того, чтобы законсервировать этот режим? Как он добился того, чтобы за свой период нахождения у власти, будучи просто государственным чиновником, стал обладателем состояния свыше 200 миллиардов долларов США, а его ближайшие родственники стали супермиллиардерами? Как же он этого добился? Он добился, используя ваше равнодушие, ваш страх, когда вы говорили, я не занимаюсь политикой. Что значит не заниматься политикой? Это значит вам все равно, что на улице мусор, что плохие дороги, что в вашем городе или районе ужасные экологии. Это значит вам все равно, что вы когда приходите в медицинское учреждение, вы стоите в гигантских очередях и вас еще по сути дела не лечат. Вы готовы терпеть произвол полиции. Это называется, когда вы говорите, что вы не хотите заниматься политикой, это называется, что вы абсолютно равнодушны, что вас унижают, что вы получаете ничтожную заработную плату, что вас уничтожают как личность и вам все равно вот что значит не заниматься политикой. А если наши граждане активны, реагируют на этот произвол, объединяются, по любому поводу быстро выражают свои мнения, если кого-то задержала полиция, они окружают здание полиции, требуют его освободить. Когда тех людей, которые организовывают разные акции протеста, полиция задерживает, тогда тысячи людей приходят в здание суда и тогда конечно же власть мгновенно отступает и эти люди не будут сидеть в тюрьме. Что же у нас получается? Земельные митинги в Атрал, власть обвинила Толгата Аяна и Макса Бакаева как организаторов. Макс Бакаев получил срок около пяти лет, до сих пор сидит в тюрьме и когда шел процесс над ними, в зале суда даже не было и 20 человек, хотя на митинг пришло около 4 тысяч человек. Собственно вот равнодушие наших граждан приводит к тому, что власть пользуется этим, подавляет и консервирует тот режим произвола, консервирует возможность вам жить лучше. То есть главная опасность не Назарбаев, Назарбаев жалкий старикашка, слабенький, трусливый, который просто захватил власть и он смог захватить, потому что вы молчите, потому что вы говорите мне нужно кормить семью, всем нужно кормить семью, мне страшно, всем страшно. Это инстинкт человека, боятся какие-то угрозы, но собственно если человек, он и человек, потому что преодолевает эти угрозы, преодолевает свой страх, двигается. Ну даже в любой деятельности, даже в спорте страшно прыгать с 10 метров высоты, лезть на скалу и так далее. Люди же преодолевают свои страхи, идут в лес и жизнь свою меняют. Так и в политике, если вы хотите, чтобы ваш жизненный уровень изменился, чтобы государство было справедливое, надо преодолевать эти трудности, преодолевать свой страх и менять свою жизнь. Я хочу привести конкретные примеры сейчас, как люди борются даже против, казалось бы, этой сильной государственной машины, которая преследует некоторых известных людей. Ну я хочу вот пример последний привести Бота Джердемали. Ее брата посадили, Искандера Еринбетова, за то, что Бота Джердемали была адвокатом, моим юристом был период. А затем она стала заниматься правозащитной деятельностью, помогать тем людям, которых преследует режим. И вот 29 ноября вышло решение Бельгийского суда. И в соответствии с этим решением трех людей осудили на два года, из них один год полный в тюрьме, год условно, тех агентов, которые работали по заданию аккорды. Один из них некий Волков, журналист, который живет в Германии, и двое бывших агентов Штази, это разведка бывшей Восточной Германии. Что они хотели сделать? Они следили за Ботой Джердемали, который имеет статус политического беженца в Брюсселе. Ее преследовал режим. Она в 13-м году получила статус политической беженки. Казахстан два раза пытался ее экстрадировать из Бельгии в Казахстан. Бельгия отказала. Затем они подали обращение в Министерство юстиции с просьбой, чтобы на основании договора взаимопомощи, чтобы провели обыск у нее дома. Да, они провели. Провели и присутствовали на этом обыске представители казахских спецслужб, представители Казахстана. Нарушение, между прочим, международного бельгийского законодательства. Сейчас в Бельгии поднялся скандал. Началось расследование против министра юстиции. В Бельгии идет мощнейшее давление со стороны депутатов парламента. Различные партийные фракции требуют объяснить, с чем это связано. Как человек, который получил политическое беженство, политическую защиту в Бельгии, подвергся преследованию со стороны казахских властей и бельгийские власти этому помогают. Исход ясен. Особенно после того, как вышло решение бельгийского правосудия. Выяснилось, что эти три человека пытались похитить Джардемали Боту, похитить и вывезти в Казахстан. Кто-то, наверное, скажет, что это невероятно кино, фантастика. Я хотел бы вам напомнить, что в 2013 году похитили мою семью, жену и шестилетнюю дочь. В 2017 году похитили из Турции Жекслык Жерембетова. Также пытались в свое время вывезти из Испании. Пригнали военный самолет. Человек, который у меня возглавлял службу безопасности, Александра Павлова. И да, они похитили мою семью. 7 месяцев моя семья была в заложниках в Казахстане. Но давление со стороны Евросоюза принудило Казахстан вернуть их в Италию. И сейчас там идет уголовный процесс. Предъявлено обвинение большой группе итальянских полицейских чиновников, которые участвовали в сговоре, спецоперации против моей семьи. И вот, собственно, вы понимаете, что решение, которое было 29 ноября в Брюсселе, оно было не случайным. Там рассказывается о поддельных документах, как они следили. Огромное количество файлов. И все это по событиям 2014-2015 года. То есть полиция Бельгии работала несколько лет. Все эти материалы были перенены в суд. И вот только в 2019 году, через 4 года, есть решение суда, которое осудило этих людей. И след тянется в сторону Казахстана. То есть вы видите, что даже находясь в Европе, те гражданские активисты и люди, которые являются противниками режима, подвергаются преследованию, преследованию подвергаются члены их семей. Применяются разные грязные приемы, фабрикуются уголовные дела. Но решение Брюссельского суда показывает, что всему этому будет конец. Потому что это решение будет использовано сейчас всеми теми, кто преследуется режимом Назарбаева в Европе. Я могу привести пример другой женщины, Жанны Бота, которая проживает в Украине и которую Казахстан пытается безуспешно экстрадировать из Украины в Казахстан. При этом я могу сказать, что Украина делает такие важные шаги на пути развития демократической системы. И при этом, конечно же, ситуация такова, что там существует достаточно высокий уровень коррупции. Меньше, чем в Казахстане, безусловно. Работает пресса, работают демократические институты. Но реально режим лоббирует, подкупает и оказывает разные формы давления на правоохранительные органы. И в этих условиях Жанна Бота трижды выиграла суды, включая Верховный суд Украины. И тем не менее, этот процесс тянется, потому что идет лоббирование со стороны Казахстана, идет мощнейшее давление. В Украине организован штаб, есть информационный канал 1612. Вы все прекрасно знаете, что с Украины у нас идут серьезные подвижки и воздействия на наше общество. Именно Жанна является координатором телевидения 1612, информационного канала. Мы раскрываем лицо режима, показываем, и вы понимаете, почему преследуют Жанну Боту и ее команду. Почему там регулярно организовываются провокации. Там совершается представитель Министерства внутренних дел разный налет и, якобы там заложена бомба и так далее. Цель прийти, захватить компьютер получить доступ к информации. Это происходит регулярно. За ними слежка, попытка похищения. Все это есть. Это в Украине. Я приведу собственный пример. Когда на меня совершалось покушение, таранили машину, готовились разные операции по ликвидации. Я знаю, что и сейчас за мной следят. У местных правоохранительных органов очень много накопилось материала. Я впервые это говорю. Как за мной осуществляется слежка. Многие лица выявлены. И, конечно же, я сделал соответствующее заявление в полицию. И не только в полицию в Париже. Работа идет. И более того, я знаю своих преследователей в лицо. Чтобы не было иллюзий, уважаемые друзья. Но здесь следующее. Я очень известный как во Франции, так и в Казахстане политик. И действую уверенно. Не боюсь никаких покушений и так далее. Они, конечно, могут произойти. Потому что наш шал совсем впал в маразм. И в какой-то момент действительно может наступить последний приказ о моей ликвидации. Но я знаю, какие будут последствия. Последствия будут ужасающие для казахской экономики. Как я говорил, что Казахстан с точки зрения доли мировой экономики составляет ничтожную долю. Если Россия около 1% в мировой экономике, доля Казахстана минимум в 10 раз меньше, чем в России. Вы представляете, доля процентов получается в мировой экономике. Поэтому, когда кто-то говорит, что Европа такая-сякая, они за нас не борются, им нужна наша нефть, там сырье, они заблуждаются. Этой нефти полно в мире, сырья, металлов полно в мире. Считайте, что даже Казахстан с карты мира пропадет, мир даже не заметит. Поэтому Казахстан это не Саудовская Аравия, которая номер один в мире по экспорту нефти, серьезно влияет на формирование мировой цены на нефть. Казахстан никто не видит. Ни в чем. Поэтому вы должны понимать, что если на территории Франции совершаются такие преступления, похищение, убийство, в данный момент я уверен и я имею свои, конечно, источники, что это с рук Назарбаеву не сойдет. Безусловно, будут полномасштабные экономические и политические санкции. У этой политической верхушки активы находятся за рубежом. Не только во Франции, в Англии и других странах. Это не имеет значения, где у них находится. Потому что сейчас мир универсальный, банки работают по единым стандартам. Поэтому активы будут арестованы, визы они не будут получать. И поэтому я открыто скажу, что даже я вижу своих преследователей, вижу, как они за мной охотятся. Я понимаю, что они готовят разные операции против меня и сразу скажу, что я этого ничего не боюсь. Уважаемые друзья, я привожу пример. Вот эти все примеры. Для чего? Для того, чтобы показать, что наша борьба, наша жизнь за рубежом, она является суперопасной. Почему опасной? Потому что, когда внутри страны нет серьезного давления, этот режим, обладая значительными средствами, действует за рубежом, находит лоббистов, находит разных агентов, которые готовы на любые действия. В том числе, они лоббируют в правительствах, лоббируют в судах. Это все есть. Им во много раз сложнее, чем в наших странах, где коррупция разъела всю систему. Здесь минимальные коррупции, отдельные есть негодяи, но они тоже выявляются. Как было в моем случае, когда здесь казахские власти лоббировали, им удалось больше трех с половиной лет меня продержать в тюрьмах, я все равно вышел и победил в высшем административном суде Франции, который не подлежит отмене. Есть прямой запрет на мою экстрадицию. Все это я показываю, что, по сути дела, в тяжелейших условиях, когда у нас конфискована собственность, когда нам непросто жить за рубежом, когда преследует наших близких, мы тем не менее боремся, мы отвлекаем гигантские ресурсы нашего государства, ваших налогов на борьбу с нами. А теперь представьте себе, что этих людей, которые организовывают борьбу, всего лишь около 200 человек, а если быть точным, их там, наверное, и два десятка не наберется. Именно те, кто принимает решения, именно те, кто организовывает вот все эти атаки, их вообще там максимум 20 человек, в реальности круг людей, которые принимают решения, даже пятерых не наберется. Это вот спецслужбы возглавляет Карим Асимов, собственно, сам Назарбаев и еще несколько человек. Вот это ключевые люди, которые принимают решения. Вот представьте себе, что более 18 миллионов человек контролируются какими-то 10-20 человек. Представьте себе, а теперь вы возьмите другую ситуацию, когда на улицы страны выходит просто около 5% населения, это миллион человек. И когда миллион человек одновременно выходит на улицы, этой власти уже нет. Никакая сила, ни полиция, ни армия не может справиться с таким количеством людей. Это уже мировая практика. И на данный момент узкая группа, прослойка несет на себе тяготы всей этой политической борьбы. И мы даже именно узким составом организовываем борьбу, в состоянии бороться. и вы понимаете, что если завтра нас будут тысячи, ситуация поменяется в один день. Два года назад не было людей, кто открыто говорил что-либо против этой власти. А что там два года назад? 22 марта 2018 года наши люди стыдливо вышли с голубыми шарами, им было страшно, но они вышли, их было мало. Это было год назад 22 марта. А сейчас вы посмотрите 9 июня на улице вышли тысячи, только 5000 человек было властями задержано. Все поменялось буквально за один год. Конечно же мы два года активно работали, работали наши информационные каналы, мы узкой группой наших сторонников влияли на сознание людей. и сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас тысячи людей по всей стране, да, они пока разрознены, да, они скрыты, но они есть. И основная часть населения противники Назарбаева, вы видели 1 декабря, я не видел ни одного публичного поста в поддержку Назарбаева в социальных сетях. Сейчас стыдно поддерживать Назарбаева, это позор. А два года назад была другая ситуация. То есть узкой группой людей мы проделали гигантскую работу. Сейчас тысячи людей, которых задерживают, они не боятся, они идут на акции, митинги, они организуют различные флешмобы, пусть даже у себя дома, пусть небольшим количеством на улицах, но они действуют, двигаются. Видите, какая ситуация, как изменилось? Они приходят в полицию, требуют себе адвоката, требуют показать удостоверение. Они обращаются к следственному судье. Какая-то узкая часть общества оказывает мощнейшее давление на эту политическую верхушку, и они боятся. Они боятся, отступают, принимают какие-то решения, так называемые АСП, адресы, социальная помощь, какие-то кредиты списали по 300 тысяч деньги, они отступают. И все это делается за счет узкой прослойки общества. И эта узкая прослойка общества борется против этого режима, на самом деле, которые очень слабые. Они в вашем представлении сильны, только потому, что вы не участвуете активно в политической жизни страны. Вы не говорите, что медицина плохая, образование плохое, зарплаты низкие. Вы активно не действуете. И получается, что узкая прослойка борется с этим режимом. Кто-то из вас говорит, что митинги бесполезны. Они не бесполезны. Они дадут результат, когда тысячи людей выйдут на улицу. Не сотни или десятки человек, а тысячи. И для этого вам нужно просто встать, объединиться и действовать. Сейчас власть как борется с возможностью объединить общество? Они создают разные подставные партии типа Хак, типа ДПК, типа Касанова, разных людей, которые вас ведут на избирательные участки, где вы знаете, учителя сидят и подделывают эти избирательные бюллетени. Они вас ведут на бюллетень, на референдум, говорят, давайте проведем референдум. Потом ЦИК говорит, нет референдума. Недавно вот так они закрыли эту тему. Они говорят, давайте создадим партию. А для чего? Для того, чтобы объединить народ. Мы все прекрасно знаем, что партия зарегистрируются только властью провластные партии. Кандидаты на выборах президента только допускаются представители, которые договорились власть, как Косанов. Поэтому зачем эти партии создавать, когда этот вопрос задаешь, мы типа через партии организуем митинги. Митинги можно организовать, не имея, не создавая никакие партии. Это опять очередной обман, увод вас в сторону, чтобы мы не могли объединиться, чтобы не могли создать кулак из тысячи и тысячи сторонников, целью которых смена этого политического режима. Поэтому уважаемые друзья, я привожу пример вот эти вот отдельные случаи, когда реальная политическая борьба десятков, сотен, а в некоторых случаях единиц за рубежом, неважно где угодно, она в конеч счете дает результат и режим меняется медленно, меняется медленно, потому что основная масса наших граждан говорит, что я не занимаюсь политикой, мне это неинтересно, то есть его жизнь его не беспокоит, получается так. Я сегодняшний эфир назвал как нам выгнать ПП, ВП и т.п. Очень просто, нам нужно объединиться, нам нужно быть активными, нам надо выходить на митинги, это единственный способ изменить политическую ситуацию в стране, единственный способ изменить нашу жизнь. 16 декабря мы организовываем митинг по всей стране, 16 декабря в 12 часов дня. В Алматы это Садпаева и угол Желтоксан, там где памятник стоит. В Астане это проспект республики и Абая, там стоит памятник жертвам голодомора. По всем регионам это известные места, где ежегодно проходят вот такие акции, как День памяти, я считаю, 16 декабря. Поэтому мы призываем вас обедниться, действовать, не надо никакие партии идти, запутывать себя. Митинг единственный способ смены режима. 16 декабря в 12 часов по всей стране мы можем объединиться, мы можем выгнать всех этих ПП, ВП и ТП. Алга, Казахстан! Дёхо! 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 Продолжение следует...